Всем привет! Место встречи сегодня – агроусадьба возле Голубых озер. Как понимаем из названия, расположена она рядом с природным комплексом Голубые озера, что в Мядельском районе, а именно в деревне Грумбиненты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Егорова среди соснового леса. Нас встречает хозяин агроусадьбы Олег Ромейко. Олег, вот, наверное, хотелось бы, рассказывая про замечательную усадьбу возле Глубых озер, рассказать немного совсем про место, где она находится. На самом деле, когда я увидела название Грумбиненты, хотя она в Нарчанском краю не первый раз, но как-то оно для меня такое необычное, во-первых, необычное название, да? Но сейчас вот мы проехали, посмотрели, сейчас, наверное, больше уже такая туристическая деревня. Хотя я так понимаю, что у нее, наверное, какая-то своя история, то есть это достаточно такое поселение, не малое, может быть. Да, не молодое, на самом деле. Это земли Речи Посполитой некогда, и Грумбиненты, как Суровилешки, Спонты, Жимойцы, Кемелешки, Камина Дольная, это все отголоски Речи Посполитой. То есть, по сути, это был Великое князто Литовское, и у нее с Великим князством Польским, это была Речь Посполитая, поэтому они, названия деревень, очень отличаются от восточных, да, частей, или даже центральной части Беларуси. Западной Беларуси, они очень часто встречаются, такие названия, это все отголоски и Великое князто Литовское. А сама деревня Грумбиненты, на самом деле, ей около 300 лет, само поселение здесь было уже около 300 лет назад. Первую мировую, как раз возле дома, проходила ветка, проходил поезд и привозил по железнодорожным путям необходимый привянт для линии фронта, солдат, военнопленных, и, собственно, сама вот эта насыпь, она строилась благодаря труду военнопленных людей, солдат. А Грумбиненты в последнее время она уже в этой деревне превратилась в такую туристическую, сколько вы правильно сказали, потому что из местных жителей здесь осталось буквально 2-3 человека, и все остальное, это только приезжие, это литовцы и меньшане. Летом это превращается в детский лагерь, а вот напротив нас Аграусальба, Голубые озера, и она принимает своих гостей, видит детей на целое лето. Один лагерь меняет, второй. Рядом расположены Голубые озера, заказник Голубые озера, который был основан в 1972 году. Всего в систему входит 15 озер, и это одни из самых чистейших озер Беларуси. Глубина озер достигает около 40 метров, максимальное озеро Балдог. Средняя глубина 15 метров. Это все процесс леденения, который нам сделал ледник 10 тысяч лет назад. Благодаря таянию леднику произошли такие изменения в земле, которые образовали озера. Вот, Олег, а если не секрет, а сами вы как в деревню попали? Если тут уже местных жителей не так много. Да. Ну, я здесь родился, можно сказать, до соседней деревни Константинова. Я любил фотографировать в свое время, и я теперь занимаюсь фотографией. Как бы дал этот толчок для развития туризма. То есть мне это нравилось, и уже лет 12-15 назад я понимал, что это очень привлекательно для людей, но в то время как-то локальный туризм, национальный туризм очень слабо развивался. Хотя я на то время уже понимал, что у нас просто уникальная природа, и это доказал ковид. Когда границы закрыты, люди действительно стали изучать страну и стали говорить себе в один голос. Страна очень красивая, только мало информации. И поэтому вот я работаю над тем, чтобы добывать эту информацию, людям показывать, введя свой Инстаграм, создал сайт, фотографии, и вот потихоньку в комплексе. То есть нашему туризму не хватает маркетинга и правильно преподнести контент людям, чтобы они могли удобно приехать, нажать на приложение и добраться до той или иной точки. Информация разрознена, поэтому я над этим работаю и как-то немножко помогаю людям. Создаю карты, это бесплатно можно в интернете скачать, приложение, карту, трек, и поехали. То есть за вас уже работа сделана, только скачать и пойти. Ну на самом деле да, благодаря сайту, значит, хорошее продвижение, да? То есть я так и нашла агроусадьбу. А вот все-таки идея агроусадьба возле Голубых озер, да, мы видим по-английски Blue Lakes. Да. Это, то есть откуда вот эта идея? Это же все-таки отдельное направление, это отдельная работа даже, да? Наверное, все пошло из фотографии. То есть я любил эти озера, и мы когда-то с отцом купили этот дом. До этого у нас была маленькая усадьба, простой домик на берегу озера Севирь. А потом потихоньку-потихоньку мы решили расширяться, и решили купить простой сельский дом. Ему сто лет этому дому. Мы его начали реконструировать. Реконструкция проходила около пяти лет. Заняла пяти лет около пяти. Это вот сад, который мы видим. Этот сад был посажен в 1937 году. Высшая хозяйка этого дома, вместе с дедушком она садила. И вот эти яблони, они сохранились по сегодняшний день. И некоторые сорта, кстати, вот наперед я забегаю, посажены имени Сикора. Сорт имени Сикора. Был такой селекционер в Беларуси. Здесь он начинал свою учебную деятельность, преподавал в школе. В гурминентах здесь, да? Да, в гурминентах Сикора, да. Сорт имени Сикора. Антоновка сорта имени Сикора. Почему вот именно этот дом, он такой вот немножко такой в стороне, как бы такая большая территория? Чем-то, может, необычно этот дом? Да, на самом деле до этого жил такой хозяин Романчика, его была фамилия. Он ездил в Америку на заработки. Когда заработал деньги, вот напротив дома здесь была кузня. Здесь он занимался кузнечным делом. И когда мы реконструировали, нашли очень большое количество подков, изделий из металла, каванины. Допустим, все замки в дом были очень сделаны аккуратно. И с такой точностью, с такой вот деталями проявлялась вот эта вот аккуратность, что на сегодняшний день, кажется, это никто не сможет сделать. А вот ковали того времени это делали. И вот он здесь жил. Потом это перешло в наследство к его детям. И дети оставили дом не в очень лучшем состоянии, но мы его отреконструировали, сохранили подвал, сохранили фундамент, сохранили потолки, очень красивые еще с тех времен, столетние. Вот потому что дом около 100 лет, и поэтому мы решили ради потолков оставить дом, никуда не сносить и сохранить вот его эстетику, чтобы людям показать, которые приезжают. И все очень удивлены, что ему 100 лет. А возле этой липы когда-то был колодец. И во Вторую мировую войну немецкие солдаты приезжали сюда набирать воду. Прямо здесь на мотоцикле останавливались, брали воду. И когда мы делали реконструкцию на чердаке дома, мы нашли 50 рейхмарок немецких года 37-го, около 37-го года выпуска. Ну и в целом по участку дома тоже были находки в виде винтовок, уже испорченных, согнутых, Мосина трехлиниевых, ну и Каванина очень много. То есть я так понимаю, что гости, которые к вам приезжают, благодаря вот и рассказам вашим могут погрузиться еще и как бы в историю, в аутентику какую-то? Да, обязательно. Да. А вот скажите, сколько человек, да, вот если такие радиационные моменты, сколько человек может проживать в доме? Местительность дома до 10 человек. Большая вторая мансарда, там могло быть больше, человек поместится до 15, но мы решили до 10 больше не принимать гостей, потому что так более комфортно. Вот. И 10 человек пока только берем. Это в разных комнатах как? Это три комнаты. Одна комната – это кухня, одна комната отдыха – это на первом этаже, там шесть спальных мест, и на втором этаже четыре спальных места. Это большая мансарда такой открытого типа, она не разделена, просто большой этаж, такой очень просторный, свободный. Я так понимаю, что если гости приехали и хотят какую-то экскурсию, да, пройтись, рядом Голубые озера, конечно, наверное, хотят пройтись, с вами это возможно, да? Да, я провожу экскурсии, я разработал маршруты. Помимо КТРП официальной, которая уже действует где-то с 1972 года, никто не знал то, что можно придумать больше. Потому что не хватало идей, и всегда у нас как-то все медленно продвигается, поэтому там, где тонко, там обязательно порвется, да, вот там, где не хватало, я заполнил вот эту пустоту своими идеями, то, что можно людям больше показать, можно им увидеть. Допустим, никто у нас в Беларуси не знает, самый холодный родник Восточной Европы именно расположен на Голубых озерах. Это Большой Болтикский родник. Это один из самых холодных в Европе и второй Беларуси по размерам. И никто об этом совершенно не знал. Туда была тропа завалена, я прочистил тропу в обе стороны, сделал такую работу, сделал беседки, лавочки, пути, указатели, и в итоге туда стали сотни людей ходить, узнавать через Инстаграм, через сайт, что такое место есть. Затем мы идем, допустим, если идем на 18 километров, мы сперва заходим на Маленький Болтик озера, затем на Большой Болтикский родник, на Большой Болтик, Водопад Мельница, Старое Польское кладбище, урочи Куели, Балдук озеро Глухое, Окунек, сероводородный родник у нас есть. Потом переходим через канатную переправу, идем на озеро Глубля, Глубелька, Мертвая, Экотропа, Глубые озера. Ну, трип около 8-9 часов, то есть ты повышаешься, настоящий такой походнический дух. По сути, можно приравнять к горному походу, потому что к концу дня около 30 тысяч шагов, то есть это нужно тоже немало. Я так понимаю, что спрос есть, то есть гостей много? Да, людей на жилье всегда хватает, потому что мы, наверное, немножко отличаемся от других садеб, которые в радиусе 10-20 километров, у нас дом немножко так необычно обшит, интерьер дома достаточно такой под кентри, такой под кебин, можно под канадой, в Канаде очень часто такой вестили используется. И люди, которые приезжают, говорят, очень необычно, то есть вы отличаетесь, и мы хотим к вам вернуться. Хотя, когда я изначально делал, я делал это только из своей головы, папа какую-то тоже идею подкинул, там, я хочу печку, я хочу то, и в сумме вот мы в спорах пришли к тому, что мы видим теперь. Ну, желаю вам успехов, чтобы, так скажем, больше было гостей, тем более, что вы им рассказываете об истории, о природном наследии, красоте этого края. Да. Можем спасибо. Спасибо вам. Таким было наше сегодняшнее знакомство с агроусадьбой возле Голубых озер. Если вам оно понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин